Вот уже несколько столетий все были уверены, что на этом портрете лицо русского датчанина и великого мореплавателя Витуса Беринга, по-русски Ивана Ивановича. Однако в 1991 году на холодном Тихоокеанском острове была разыскана его могила. И было вдруг обнаружено, что Беринг вовсе не похож на свой портрет. Оказалось, что ранее за мореплавателя принимали его родного дядю, придворного поэта. Профессору Виктору Звягину удалось восстановить истинное лицо мореплавателя. При конструкции напишут несколько новых портретов. Великий моряк оказался обладателем худощавого волевого лица. Человек, который не просто организовал первую российскую научно-морскую экспедицию, он первым из всех людей ходил во всех четырех океанах. Уникальный специалист своего дела и организатор. Витус Йонасон в 18 лет попал на службу к России. Здесь как раз шла война со Швецией, и нужны были грамотные морские офицеры. Беринг воевал на Балтике и успел попасть в плен к противнику, бежать. Был в прусском походе против турок. Наконец, сам государь сделал ему лесное предложение – возглавить большую научную экспедицию на Тихом океане. Главное – изведать, есть ли между Азией и Америкой пролив, и можно ли как-то добраться до соседнего континента. Всего Беринг провел две так называемых камчатских экспедиции. Они стартовали в 1725 и 1733 годах. В общей сложности он провел в них 15 лет. Ведь даже, чтобы просто добраться с суши и до Тихого океана, требовалось около года пути, а то и больше. Причем вторая экспедиция выдалась просто гигантской. В ней непосредственно участвовало около 2000 человек, и еще около 5000 как-то им помогали. И в этих предприятиях Берингу приходилось и быть навигатором, и администратором, и наладить железное дело в Якутске, и проложить почтовый маршрут с Дальнего Востока до Москвы, и быть корабелом. И вот характерная его запись в Охотске. Экипаж должен построить дома для офицеров, и хибары, и бараки для себя. Они сами должны таскать глину и делать кирпичи. Все делать самим в этих диких краях. И кирпичи тоже. До наших дней дошли письма Беринга из его тяжелых путешествий. В них этот мужественный человек предстает образцовым христианином, любящим семьянином, у него было 8 детей. С Урала он написал бургомистру своего родного датского города, чтобы тот отдал все его имущество беднякам. Из писем мы знаем, что в последний раз до самого Охотска его сопровождала жена, словно понимая, что это для ее супруга последний путь. И они писали своим детям трогательные наставления. Дальше возможности писать у Беринга уже не будет. Из посланий одному из сыновей. Я сделаю все возможное, чтобы оказать тебе всяческую поддержку. Я уверен, что ты поступишь не иначе, как добрый христианин, благородный и достойный, и что ты будешь стремиться совершать добрые дела. Здесь я благословляю тебя и дохранить тебя вселышние. В ноябре 1741 года потрепанный флагман Беринга причалил к одному из безлюдных островов Командорского архипелага. Команде нужно было зазимовать здесь, почти заново пересобрать их потрепанное суденушка. А на острове ни деревца, ни скалы и ветер. 19 декабря уже тяжело больной начальник экспедиции испустил дух. Вклад Беринга в науку велик даже по мировым меркам. Он и его люди открыли целый ряд Алиутских и Командорских островов. Открыли северо-западный берег Америки. Одними из первых доказали существование пролива между континентами. Открыли множество новых видов животных и растений. Сам Джеймс Кук предложил увековечить имя Беринга на картах, назвав им море и пролив, разделяющие Азию и Америку.